В КФУ подано почти 49 тысяч заявлений от абитуриента Ученые КФУ смогут вылечить рассеянный склероз и паралич В КФУ продолжают проходить внутренние вступительные испытания для абитуриентов У абитуриентов остается все меньше времени для подачи заявления на поступление У многих выпускников волнует вопрос, куда же отдать оригиналы документов? В Казанский федеральный университет на сегодняшний день подано уже более 6 тысяч оригиналов Приемная комиссия Казанского федерального университета продолжает принимать заявления от абитуриентов По данным на 16 июля всего в КФУ подано 48 тысяч 808 заявлений, включая бюджетную контрактную форму обучения Из них оригиналы документов подали 6 тысяч 395 абитуриентов, включая бакалавриат, магистратуру, бюджетную контрактную форму обучения В сегодняшний день четко отметилась тенденция прироста подачи оригиналов документов на магистратуру Оригиналы своих документов абитуриенты чаще всего отдают в институт филологии и межкультурной коммуникации В институт международных отношений, а также в институт управления экономикой и финансов Направление лингвистика, геология, международные отношения сохраняют свое лидерство Именно сюда поступает больше всего заявлений от абитуриентов На 9 июля было подано 182 заявлений от 100 бальников, из них 32 оригиналов После назначения приказом ректора Казанского федерального университета новой единовременной стипендии КФУ 100 бальник цифры заметно поменялись 196 теперь 100 бальников у нас и оригиналов 40, то есть было на 32, теперь 40 То есть на 8 оригиналов у нас уже больше, то есть оригинал свидетельствует о чем? Человек, я бы сказал, явно и четко свои намерения подавать документы сюда и, значит, поступать сюда На единовременную выплату могут рассчитывать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников А также абитуриенты, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по предмету, являющимся профильным для образовательной программы высшего образования Победителям будет выплачена сумма в 100 тысяч рублей, а призерам и стабальникам 80 тысяч, соответственно Победители и призеры Олимпиад также могут рассчитывать на специальную ежемесячную стипендию в размере 10-4 тысяч рублей Свои заявления в Казанский университет подали уже 8 призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников Три из них это выпускники лицея в Казанском федеральном университете Два из IT-лицея, это по Олимпиаде по химии, по астрономии И один это лицея имени Лобачевского, Олимпиада по информатике Что касается иностранных абитуриентов, то в качестве отборочных испытаний уже 3556 человек прошли онлайн-тестирование Социально-образовательные сети КФУ будут студентам Из них подали заявление к нам в Казанский федеральный университет Это 1561 абитуриент И из них прислали документы около 381 человека 26 июля заканчивается прием документов на бакалавриат А 3 августа уже выйдет первый приказ о зачислении студентов в Казанский федеральный университет В Казанском федеральном университете продолжают рождаться новые звезды, которые прошли ЕГЭ и теперь сдают творческие экзамены Как на самом деле проходят вступительные экзамены в КФУ, вы узнаете в нашем следующем сюжете С 12 июля в Казанском федеральном университете проходят внутренние вступительные испытания для абитуриентов, которые продлятся до 26 июля 17 июля состоялся один из творческих испытаний для абитуриентов, которые поступают в высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ в направлении телевидения Направление подготовки требует специфических знаний и умений, которые выходят за рамки общеобразовательных предметов И которые могут быть подтверждены не только результатами ЕГЭ На самом деле насчет результата очень трудно говорить пока что, но впечатлений у меня полно приятных Вопросы были довольно интересные, думаю, что поступлю, я надеюсь на это, я очень давно хотела поступить в КФУ Вообще я подавал документы сюда в Казанский федеральный университет на два факультета, это телевидение и международная журналистика На международную журналистику я подал копии и вчера была письменная часть Все прошло достаточно легко, интересно, результатов пока не знаю, но думаю, что все хорошо Абитуриентам, поступающим на направление подготовки телевидения, предстоял пройти творческий конкурс Он состоял из двух частей Написание сочинений и прохождение собеседования с наличием личного портфолио, содержащего опубликованные абитуриентом творческие работы Диана Шилова, Леонард Улитяров, Универ Ньюс Казанский федеральный университет делает новый шаг к дистанционному образованию В шести институтах КФУ появилась система Джолинга Мультимедийное оборудование для записи и проведения онлайн-курсов и вебинаров Казанский федеральный университет делает новый шаг в дистанционном образовании В КФУ появилась система Джолинга Мультимедийное оборудование для записи и проведения онлайн-курсов и вебинаров Система Джолинга позволяет существенно ускорить процесс создания массовых онлайн-курсов, либо она позволяет ввести новые возможности для проведения вебинаров. Онлайн-курсы нужны, и с каждым годом они будут нужны все больше. Во-первых, это позволяет ускорить обучение, а во-вторых, позволяет в любой точке страны создать узких специалистов. Оборудование установлено в Институте психологии и образования, Институте управления экономикой и финансов, Институте филологии и межкультурной коммуникации, Институте фундаментальной медицины и биологии, Елабужском институте и медиа-центре Казанского федерального университета. Мы ставим перед собой задачу создания качественных онлайн-образовательных ресурсов, где студент на самом деле не просто просматривает фильм, не просто видит, что профессор читает лекцию, а студент интерактивно участвует в каждом из эпизодов образовательного процесса. 16 июля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации была проведена презентация системы и обучения. На тренинг пришло более 70 человек. До конца недели обучение пользования системой будет проходить в каждом из институтов с новым оборудованием. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Ученые КФУ выясняют точные причины развития рассеянного склероза, которые пока еще остаются неизвестными. Проделанная работа позволит выработать эффективную терапию. С подробностями исследования вас познакомит Аделя Шамилова. Исследователи Института фундаментальной медицины и биологии КФУ получили новые, ранее неизвестные данные в исследовании про воспалительных цитокинов. Отметим, цитокины являются одной из важнейших частей иммунной системы. Их выделяют поврежденные клетки в сыворотке крови больных рассеянным склерозом. Научные результаты приближают понимание в значительной степени неизвестных сегодня механизмов течения и развития болезни. И соответственно способствуют выработке в перспективе эффективной терапии. В работе мы показали, что клетки иммунной системы вырабатывают специальные белки, так называемые цитокины, интерлекины. И одни клетки иммунной системы, выделяя определенные факторы, стимулируют другие клетки иммунной системы. И за счет вот этого вот сложного балета взаимоотношения разных клеток иммунной системы и развиваются воспалительные реакции. Исследование было поддержано Министерством здравоохранения Республики Татарстан, одобрено Этическим комитетом Казанского федерального университета и выполнено на базе OpenLab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФО в рамках программы повышения конкурентоспособности проекта 5.100. Мы надеемся, что наша работа позволит, во-первых, понять молекулярные и клеточные механизмы, которые происходят при рассеянном склерозе, а во-вторых, разработать методы диагностики, например, чтобы можно было понять, когда происходит обострение заболевания, как тяжело будет протекать заболевание и как пациент реагирует на то или иное лечение. Известно, что рассеянный склероз – хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание, при котором поражается оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. На самом деле болеют самые разные люди – и простые рабочие, и работники умственного труда. То есть очень четкой взаимосвязи между социальным статусом и характером работы пока все-таки не было показано. То есть любой человек может заболеть. Клинические данные, а также данные, собранные исследователями с использованием модели рассеянного склероза на животных, говорят о том, что лейкоциты пересекают барьер. Простыми словами, он является основным физиологическим барьером между кровеносной системой и центральной нервной системой и локализуется в поврежденном мозге. Однако одно пока еще остается неясным. Самой интересной находкой исследователей стало то, что профили цитокинов в сыворотке крови и спинномозговой жидкости различаются в ходе болезни. Теперь ученым Казанского федерального университета необходимо провести активную научную работу, которая наверняка позволит ответить на этот непростой вопрос. Адель Шамилова, Ленардо Влитиаров, Универньюз. А на этом наш выпуск-подход к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова